Толпятся и толкаются, словно дети. Подводный рыбесад организовала 22-летняя Динара, сама еще недавно ребенок. Мальков осетра месяц назад привезли из Тулы. Выпускница аграрного университета решила разводить ценные породы рыб. В общем, вот это ваше хозяйство, так понимаю, да? Да. У нас их три бассейна, в общем, 6 тысяч штук. Температура воды сейчас на данный момент 16-17 градусов держит. Царскую рыбу здесь можно ловить практически руками. Вот что мы сейчас и сделали. Вот маленький осетр весом около 200 граммов. Таких здесь около 2000 штук. Достаточно плотная рыба населения. Идею Динара поддержал отец Анатолий Дикисов, фермер. Один из первых в России. Он же помог деньгами. Полтора миллиона рублей Динара получил от Министерства сельского хозяйства, как начинающий фермер. Еще три добавил папа. Большая часть суммы пошла на закупку оборудования, бассейны и систему очистки с уникальными биофильтрами. У нас их два биофильтра. В этих биофильтрах готовится вода. Она превращается в речную воду по параметрам, где проживает рыба. Производство в Марксе строили по образу и подобию этого. Рыбная лаборатория в аграрном университете. Здесь плавают особи весом до 8 килограммов. Разведением стерляди в области занимаются несколько организаций. А вот осетров пока еще не выращивали. Хотя бизнес этот может быть выгодным и вкусным, говорят ученые. Мясо у искусственно выращенной рыбы нежнее. Вот в природе рыба растет в течение 3-4 месяцев. В наших условиях функционирования рыба растет 12 месяцев в году. Это позволяет увеличить ее скорость в 3-4 раза. Мы продаем в среднюю неделю где-то 300-350 килограммов. В принципе не такой большой объем продаж, но и стоимость одного килограмма не самая низкая. Около 400-450 рублей. Пока же на саратовских прилавках местная сетрина не найдешь. Деликатес везут из Сибири и Армении. Когда ее малыши попадут на стол саратовцев, Динара не знает. Надеется, что уже через год. Экологически чистый продукт будет недешевым. Примерно 700 рублей за кило. Но заказы уже есть. Кстати, сама предпринимательница царскую рыбу никогда в жизни не пробовала. Говорит, не до этого было. Ольга Маркова, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова